В современных условиях в областном центре продолжается работа по строительству новых объектов образования и ремонту уже существующих организаций. Так, только на текущие ремонты 35 объектов в этом году выделено более 500 миллионов тенге. О том, какие учреждения получат новую жизнь, материали Маргариты Ивановой. С целью создания комфортных условий ежегодно в организациях образования проводятся ремонтные работы. Так, на сегодняшний день все текущие ремонты в областном центре завершены, кроме общеобразовательной школы номер 23. Связано это с тем, что средства на ремонт кровли в размере 27,5 миллионов тенге из областного бюджета были выделены только в июле месяце. Тем не менее, подрядчик уже определен. Работы здесь начнутся в ближайшие дни и завершатся до начала учебного года. Также в прошлом году было выделено более полутора миллиардов тенге для проведения капитальных ремонтов общеобразовательной школы номер 9 и ясли сада номер 6. На сегодня двухгодичный капитальный ремонт школы номер 9 на сумму 742 миллиона тенге завершился. И новый учебный год для учащихся школы начнется в стенах родной школы. Трехгодичный ремонт ясли сада номер 6 на 910 миллионов тенге будет завершен в мае 2025 года. Воспитанники сада распределены в другие дошкольные организации. Проблемой остается выделение денежных средств в размере 3 миллиардов тенге на капитальный ремонт школы номер 23, 25 и 122. Сроки действия проектной смертной документации у двух школ заканчиваются уже в 2025 году. Кроме того, в скором будущем ожидается вот двух комфортных школ на 2100 мест в микрорайонах Береке и Аэропорт. Идет строительство типовых школ в микрорайонах Кунай и Береке еще на 1880 мест. В планах начать строительство нового учебного заведения и на территории Наримановского рынка. У нас ПДП выходит, утверждение, госкадастрия сейчас, да, госэкспертиза выходит. Как оно выйдет, мы приступим к изъятию земель, которые там находятся на территории. Мы должны будем начать изъятие, чтобы в следующем году мы должны привязать туда школу, желательно комфортную, и начать строиться. Мы должны уже в 26 году, чтобы там была школа. К этому мы стремимся. Пока одни школы ремонтируют, другие проверяют на готовность к предстоящему учебному году и, в частности, к отопительному сезону. Из 70 образовательных объектов города 68 подключены к центральному отоплению. Что касается еще двух школ, то для Чапаевской закуплено 150 тонн угля на сумму более 2 миллионов тенген. А для школы номер 15 заключен договор с поставщиком на обслуживание газового оборудования. Таким образом, акты готовности к отопительному сезону имеются у 100% организации образования. Маргарита Иванова, Родион Бабич, телеканал Костанай.